Приветствую вас. Я помню очень хорошо ваш первый вопрос. Я его дальше прочитал еще раз, чтобы немножечко освежить в памяти. Я помню, как отвечал вам на него, помню, как вы даже о чем-то спрашивали меня в личном сообщении по поводу чего-то, знаю, я просто сейчас не припомню чего. И также я знаю, что вы сделали ответ лучшему человеку, который вам на предыдущий вопрос, который вам сказал, что у вас зависимость, и что нужно вам начинать свою работу с изучением вот этой вот темы. Значит, ответ-то вы лучшим сделали, но судя по всему не к нему конкретно, то есть вот к тому эксперту, да, а не к кому-то другому вы, судя по всему, не обратились за помощью, потому что у нас задается вопрос, в принципе, ну, в принципе, даже похожий на тот, который вы задавали до этого. То есть, конечно, разница есть в том, что вы спрашивали тогда и в том, что вы спрашиваете сейчас, но она, вообщем-то говоря, не очень большая, эта разница. И что у вас сейчас происходит? Сейчас происходит такая ситуация, что мужчина, значит, хочет от вас уехать, хочет вас покинуть, бросить. Значит, для чего? Почему? Потому что, наверное, понимает, что вы вместе с ним страдаете, значит, понимает, что он не сделает вам ничего хорошего, понимает, что, в общем-то, он только разрушает вашу семью, и вот, знаете, вы пишете много очень, да, о том, что, значит, ну, вы как бы заново пересказываете свою историю, которую вы уже писали в первом вопросе. Так вот, вы здесь только упомянули, что мужчина был в Дагестане, в командировке, говорят, что его тяжелые воспоминания. Значит, вы вот писали, что про эти четырёх дней вы пришли поговорить, помириться, значит, и он вам, кажется, вас не любит. Вот, пожалуй, с этого момента, да, вот с момента, с момента о том же, что вы пришли, значит, с ним помириться, мне бы хотелось начать. Потому что в первом вопросе вы писали о том, что, значит, ну, то же самое вы писали, только здесь вы писали, что, значит, ваш мужчина, он не приходил первым, мириться, он намекался в себе, и, собственно, как бы примирение не получалось, вы приходили всегда мириться первым. И сейчас вы опасаетесь, что он опять сам не пойдёт на примирение, с одной стороны, если не пойдёт, значит, мы ему не нужны, а с другой стороны, если у него такой характер, что делать. И вот, собственно, далее вы, наверное, воспользовавшись рекомендацией, ответ которого сделали лучшим, вы пишите, что, значит, вы всё-таки пошли помириться с ним, значит, и, собственно, вы, собственно, сделали что-то для отношений, чтобы ваш муж стал здоровым человеком. То есть вы сознательно, наверное, бежали от того, что вам написал Горщиков Николай Александрович о том, что сейчас то, что с вами происходит, это дотянувшийся конфликт, дотянувшийся конфликт вследствие его неправильного поведения, связанного с алкогольной зависимостью и вследствие вашего неправильного поведения, связанного с его алкогольной зависимостью и вашей созависимостью. Собственно говоря, вот, наверное, когда вы пошли мириться, это, как бы, продолжение вашего вопроса, когда вы пошли мириться со своим мужем, наверное, вы, значит, собственно, ну, как бы, обследовали советы этого человека. Далее вы пишите, что он не впустил вас в дом, был очень нагрессивен и, собственно, с этого все пошло не так. И вот все, что вы дальше пишите, можно, как бы, охарактеризовать только одним словом, да, это то, что мужчина придерживается позиции такой, значит, что он вам портит жизнь, он вам вредит и, собственно говоря, значит, хочет уйти от вас, уехать от вас. А вы, получается, не можете принять того факта, да, что он вас бросает. Что вам можно здесь сказать? Вот вы спрашиваете, как вам быть? Ну вот, давайте попробуем ответить на этот вопрос, как вам быть. Ну, смотрите, взрослый человек принимает решение. Решение взрослый человек принимает волевое, решение взрослого человек принимает такое достаточно неэгоистичное, на мой взгляд, несмотря на то, что коллеги все-таки, ну, как бы, коллеги говорят, что он от вас не уйдет, но я все же думаю почему-то, что решение мужчина принял, ну, по крайней мере, хорошее. То есть, мужчина принял верное, правильное решение. С точки зрения своей. А какая у него точка зрения? Возникает вопрос, да? Какая точка зрения у мужчины? У мужчины такая же точка зрения, что он сам не способен избавиться от алкогольной зависимости. Он сам считает, что он заболевающий человек. Он сам считает, что поскольку он уже не один раз, значит, там, скодировался, не один раз, там, старался, как-то бороться с этим, с алкогольной зависимостью, у него не получилось. И теперь он просто-напросто руководствуется за той мыслью, той идеей, что ему лучше оплатить. И если мужчина не хочет, значит, как-то работать над собой, если мужчина не хочет, чтобы, ну, у него что-то наладить, если мужчина не хочет, как-бы, избавляться от зависимости, лечиться, там, и так далее, вот, то тогда, тогда у него, понятно, и выбора нет, кроме как уходить, потому что вас он действительно любит. Понимаете, вы спрашиваете, как вам быть? Я вам отвечу на этот вопрос. Если мужчина не может справиться со своей алкогольной зависимостью, то у него выход только один – уехать, дабы не портить жизнь вам. И он не понимает. Непонятно мне только, почему этого не понимаете вы. Ведь он, по сути, несет вам только негатив, сплошные нервы, крики и так далее, и так далее. Вы уходите из дома, потому что вы боитесь. И тут человек, ведь, на самом деле, многие мужчины, они, ну, те, кто страдают от алкоголизма, многие мужчины, они, ведь, портят жизнь своей жене, своим детям, а ваш мужчина хочет вас оставить. Ваш мужчина хочет вас отпустить. И непонятно, почему вы считаете, обязательно, что он променял вас на алкоголь. Может быть, не на алкоголь вас променял. Может быть, он действительно захотел, подумал, что без вас он сможет как-то справиться, как-то научиться, потому что вы на него давите и так далее. Но в любом случае, то, что он делает сейчас, это наилучший выход из ситуации. Просто потому что ничего другого не помогает. Далее. Отвечая на вопрос о том, как вам быть, мне бы хотелось сказать так. Вам необходимо для начала определить для себя, почему вы не можете его отпустить в этой ситуации. Что держит, удерживает вас с ним? Ну, вот вам говорят про зависимость. Вам говорят про то, что вы зависимый человек. Я лично не буду говорить вам обязательно, что вы зависимый человек. Потому что это как ярлык. Я, безусловно, не хочу сказать, что мои коллеги чего-то не понимают, но это ярлык. Весьте ярлыки, на вас мне бы не хотелось. Я просто хотелось, чтобы вы определили для себя, чем вы, зачем, для чего вы держите за этого мужчину, несмотря на все, что между вами происходит в ситуации. Если на него нельзя положиться, условно говоря, если он в любой момент может там набиться, пойти в разнос, машать, устраивать какие-то вещи ужасные и так далее, и вы не видите просвета, просвета в этом, ради чего вы с ним. А как насчет ребенка вашего, который тоже испытывает ужасный дискомфорт, ужасный стресс и так далее. Думаете вы о нем? Думаете вы о ребенке? И вот, собственно говоря, агрессия здесь, его поведение здесь, это, по сути, защитная реакция и понимание того, что это единственный выход. Единственный выход, это вас спасти, потому что мужчина сам считает себя пропашенным. Вы помочь ему не можете, уже пробовали. Тут нужно только его желание и, возможно, наедине с собой ему будет легче. Возможно, он справится, возможно, нет, но вам, конечно, нужно ожидать, что он это понимает и поэтому вас отпускает. Вам, как вы говорите, вот, прослет и так далее, ну и на понять это, понять, что с вами, возможно, мужчина чувствует себя несчастным. Потому что он все время из-за своей зависимости, с которой он не может справиться, он все время совершает такие вещи, которые потом им очень тяжело переживаются. Да, то есть ему стыдно, ему больно, и он не видит этому края и конца. Он хочет от этого избавиться. А вы, как бы, не понимая это, не понимая того, что вы, по сути, этим делаете мужчине хуже, вы стараетесь его удержать. И вот очень интересно поговорить с вами о том, ради чего. Если у вас действительно есть элементы любовной зависимости от мужчины, этим можно обработать. Желание можно отделить, я имею в виду желание лично ваше, можно отделить от любви. Потому что любовь – это всегда желание дать, а желание – это желание ве. Это прямление ве. Также вы сказали, что это ваш второй брак. И второй брак, получается, распадается, значит, это уже система, и тогда нужно анализировать отношения в первом браке, чтобы понять, может быть, вы что-то не так делаете, может быть, вы сознательно, действительно выбираете мужчин, которые находятся в зависимости от чего-либо, и тогда уже работать не на слайде. Понимаете? Дальше вы пишите, значит… Ну, это риторический вопрос, когда слова любви. Понимаете как, у меня появилось ощущение, что вы любовь понимаете здесь как-то вот достаточно однобока. Вы, ради Бога, не обещаетесь на меня, и не думаете, что я хочу сказать, что это плохое, но… Вот вы говорите, а как мне слова любви? Слова любви, они были, и как я сказал, они остаются правдивыми. Но любовь, как раз таки, и есть. Вот проявление любви, это когда человек отпускает того, кто ему дорог. И вот мужчина вас отпускает, а он понимает, что с ним вы не счастливы. И он вас любит. Это проявление высшей любви. Значит ли это, что он нас не любит? Нет, это значит, что он, наоборот, нас очень любит. И понимает, что своим поведением он присутствует вам страдания и боль. И другого выхода он не видит. И правда в том, что другого выхода нет. И правда в том, что вы в нем не знаете. Зачем-то, почему-то, именно для себя, в чем-то, несмотря на его недостатки, вы в нем не знаете. И ваши угрозы, когда вы говорили ему о том, что вы не будете вместе, они пустые. То есть мужчина думает, что вы действительно от него уйдете, если наступит какой-то момент. А вы не уходите. Он уже сам понимает, что границу, черту давно перешел, но вы все равно не уходите от него. И он понимает, что должен уйти сам. И вам, если вы его любите, если вы желаете ему счастье, вам нужно этот его выбор принять. Потому что в данном случае, вот на данный момент, это единственный выход. Что будет дальше, я не знаю. И никто не знает. Может быть он найдет себе силы бороться с этим. Может быть не найдет, но тогда он точно не сделает вас счастливым. И если не сделать вас счастливыми, то хотя бы ради дочери, вам нужно понимать, что, в общем-то, вам не по пути. Хотя бы ради дочери. Ну и, собственно, в узком смысле, отвечая на ваш вопрос, это вот именно как вам быть, это в личной беседе с экспертом, вам нужно отделить свои желания, которые вы непосредственно проецируете на себя, то есть ваши личные потребности. Вам нужно отделить от любви к мужчине и вот взглянуть по-новому. По-новому взглянуть на свои чувства к нему и на него без налета этих самых желаний. Вот каким мужчина будет, если вы не будете проецировать на него свои потребности, как вы будете его вот принимать, нужен ли он вам еще будет? Большой вопрос. Но это необходимо. И проанализировать ваши отношения, значит, в первом браке и, возможно, детско-радические отношения нужно проанализировать тоже, скорее всего, там кроется причина всего того, что у вас сейчас происходит в жизни. Соответственно, если вы хотите действительно разобраться со всем этим, ну, по крайней мере, вот вам нужно принять то, что сказал я и подумать о все-таки более такой, более, ну, приватной работе со специалистами со своими проблемами, потому что в рамках одного ответа на вопрос вряд ли это можно решить. Я надеюсь, вы это понимаете. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи!